Рассмотрим технику прививки черенка. Она чаще всего используется при весенней прививке, при весенней купулировке, когда на 2-3 летний сеянец с корнями, но вот у нас вместо сеянца будет фрагмент такого побега. Вот здесь у нас, допустим, будут корни, а здесь у нас стебель нашего сеянца. Так вот, на этот сеянец прививается, это дикорастущий какой-то сеянец, дикий, а это у нас, допустим, заранее заготовленный черенок культурного сорта. И мы хотим, значит, на дикие корни сделать прививку культурного сорта. Весной мы, значит, заранее заготовленный наш подвой с корнями достаем, промываем, и вот на чистеньком этом подвое мы должны удалить его родной побег и на место, значит, привить побег культурный. Это делается с помощью специального купулировочного ножа. Вот у этого ножа одна поверхность не точится, вторая поверхность точится. Это позволяет сделать ровный, красивый срез. Срез этот делается следующим образом, то есть нужно сделать косой ровный срез. Вот так это выполняется. Вот у нас получается вот такой вот срез. Мы сейчас будем использовать улучшенную купулировку, то есть можно на втором побеге сделать точно такой срез и сделать прививку в приклад, то есть просто приложить и замотать изолирующей пленкой. А можно сделать улучшенную купулировку. Для этого мы должны здесь сделать еще дополнительный зарез. Вот этот дополнительный зарез делается следующим образом. Вот так. Вот у нас получился такой заусенец. Вот если мы точно такую же конструкцию сделаем на нашем черенке, то мы сможем совместить достаточно плотно подвой и привой. Но здесь мы делаем точно такой же срез. Вот мы сделали второй срез такой же. Делаем здесь также зарез. И теперь задача совместить. Один заусенец с другим, то есть вставляем как ключ в замочек. Вот в результате у нас... В результате у нас получается вот такая вот единая конструкция. Необходимо стремиться к тому, чтобы диаметр подвоя и привой совпадал. Если они не совпадают, то надо, чтобы хотя бы с одной стороны у нас ткани комбиальные, то есть зелененькие прожилки, такие совпали. После того, как мы сделали эту прививку, нам необходимо место изолировать, чтобы оно не высыхало. Для этого мы используем пленочку изолирующую. И заматываем место. Желательно, чтобы пленка не образовывала перегибов. Вот таких вот. Поскольку подвой и привой будут увеличиваться в диаметре. И могут образоваться пережимы. Пленка должна равномерно ложиться. Тогда при росте она будет равномерно растягиваться. И она, поскольку достаточно тонкая, нет необходимости ее среди лета убирать. Вот здесь у нас предполагается, что корни. Вот верх привитого черенка мы должны замазать садовым варом, чтобы избежать потери влаги лишней. И дальше эта прививка высаживается в грунт. Из верхней почки начинает развиваться новый побег. Если почек у нас несколько, то мы оставляем один наиболее сильный. И у нас к концу сезона при должном уходе поливки и подкормке образуется полноценный взрослый саженец. Вот это техника весенней копулировки.